Это программа «Территория закона». Главная тема сегодня. Дело в отношении резанки, выбросившей ребенка в мусорный контейнер. Суд рассматривает в закрытом режиме. Женщина после огласки боится выходить из дома. Убийство на дне рождения. Жительница Рыбного отмечала 80-летие. На праздник ее внук нанес смертельный удар своему отчиму. На карте видно, где и сколько времени провел объект наблюдения. Цифровые технологии помогают следить за тем, как исполняется решение суда. Дело в отношении резанки, выбросившей ребенка в мусорный контейнер, начали рассматривать в московском суде Рязани. Напомню, инцидент произошел в марте. Ребенку уже нашли новых родителей. Инцидент произошел 10 марта. 31-летняя женщина находилась в гостях, где распивала спиртное. У нее начались схватки, и она, отказавшись ехать в роддом, родила в квартире мальчиком. После родов положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер возле дома номер 21, корпус 1, по улице Станка, заводской. Плач новорожденного услышала проходившие мимо женщина, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Мальчик долгое время пробыл в реанимации и выжил благодаря врачам. Его назвали Ваня и нашли ему новых родителей. Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Суд принял во внимание полное признание вины, обвиняемое в раскаянии, сознании содеянного. Ну и учитывая, что не наступили особо тяжкие последствия в виде смерти ребенка, соответственно, принял такое решение о наказании. Женщину ограничили в правах в отношении еще двух малолетних детей. Со стороны следственных органов было направлено представление, соответственно, о рассмотрении вопроса вообще о лишении ее родительских прав. В настоящее время она находится на рассмотрении. Женщина делает все возможное, чтобы ей вернули детей, навещает их в Центре временного содержания. Кроме того, она снова вышла на работу и перестала злоупотреблять алкоголем. Тем не менее, после приговора суда ее все же могут лишить родительских прав. В Чучковском районе за присвоение денежных средств осуждена бывшая начальница отделения почтовой связи. Многодетная мать присвоила более 100 тысяч рублей. Недостачу обнаружили. После проверки бухгалтерии женщину уволили. Деньги придется вернуть. Бывшая начальница отделения почтовой связи Дулкиношиловского почтампа ОФПС Рязанской области присваивала деньги, которые выделялись для нужд филиалам. Заметили это случайно. Внутренняя проверка подтвердила. Деньги исчезли бесследно. Материалы ушли в суд. Женщину уволили. Указанное лицо обвинялось в хищении денежных средств Почты России на общую сумму более 100 тысяч рублей в период с 20 марта 2018 года по 20 июня 2018 года. Иск Почты России суд признал обоснованным. До настоящего времени похищенные денежные средства осужденной не возвращены. Вместе с тем гражданский иск, заявленный Почтой России о взыскании с нее похищенных денежных средств удовлетворен в полном объеме. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком полтора года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками уголовного процесса. Праздник закончился убийством. В Рыбном во время празднования 80-летней местной жительницы ее внук нанес смертельный удар своему отчему. Родственники пытались скрыть преступление. В кафе между внуком женщины, отмечавшей день рождения и ее зятем, произошел словесный конфликт, который продолжился на улице. Отчим оскорблял приемного сына, на просьбу успокоиться никак не реагировал. Как поясняет подозреваемый, хотел, чтобы данный гражданин прекратил свои противоправные действия, а именно оскорбление пытался его напугать, но никаким образом не подействовало. Гражданин продолжал произносить оскорбительные слова в его адрес и он нанес телесное повреждение, а именно удар рукой. На место происшествия приехала полиция. Сотрудникам правоохранительных органов потерпевший сказал, что виной всему алкоголь. От медицинской помощи он отказался. Самостоятельно проследовал домой, где на следующий день в районе 18 часов умер. Родственники, чтобы подозреваемый избежал наказания, сначала говорили, что мужчина получил травму во время падения. Камеры наружного наблюдения помогли расставить все точки над «и». Возле кафе обнаружили следы крови потерпевшего, а также была найдена гильза от патронно-травматического пистолета, из которого подозреваемый произвел выстрел в воздух. Совокупность собранных на первоначальном этапе расследования доказательств, а также правильно выбранная тактика допроса позволили изобличить подозреваемого в совершении данного преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование уголовного дела продолжается. Рязанские исследователи раскрыли убийство, совершенное в 2002 году в Краблимском районе. Там пропал без вести 25-летний молодой человек. В 2011-м в лесу нашли костные останки неизвестного. Экспертиза ДНК, проведенная недавно, помогла установить личность погибшего и обстоятельства, при которых было совершено преступление. Заявление о пропаже написала мать. Она сообщила, что молодой человек вышел на прогулку и не вернулся. В июне 2011 года были обнаружены костные останки, захороненные в землю. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Установить личность убитого и обстоятельства смерти сразу не представилось возможным. В январе 2019 года была проведена повторная экспертиза ДНК, которая дала результат. Мы сравнили данные ДНК-профиля с потенциальными родителями лица, поскольку на территории Краблинского района имелось сообщение о безвестном исчезновении лица на тот период. И при сравнении этих ДНК-профилей у нас было установлено совпадение по линии родителей и ребенок. Установление личности позволило выдвинуть новые версии произошедшего. Под подозрение попал один из знакомых погибшего. Подозреваемый во время распития спиртного поссорился с незнакомым ему парнем. В ходе конфликта он ударил потерпевшего кирпичом по голове, а затем в целях сокрытия преступления отвез тело погибшего в лес, где и закопал. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Деятельность интернет-магазина по торговле наркотиками пресекли полицейские в Рязани. Из незаконного оборота изъято 7 видов наркотиков общей массой более 3,5 килограммов. Подготовкой незаконного распространения наркотических средств занимался 38-летний рязанец. Его смогли найти благодаря мониторингу регионального сегмента интернета. Этим занимаются оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков России по Рязанской области. Они заметили активность, которая характерна для магазина по бесконтактной продаже наркотиков на территории Рязани. Злоумышленник принимал различные меры конспирации. Например, прятался за псевдонимами и пользовался различными мессенджерами. Специалистам ОНК удалось раскрыть его настоящее имя. Полицейские задержали мужчину на маршруте закладки контейнеров с наркотиками в тайнике. В ходе личного досмотра и обследования жилища злоумышленника оперативники обнаружили 7 видов запрещенных к обороту веществ синтетического и растительного происхождения. Общим весом более 3,5 килограммов. Среди них более 1000 таблеток экстази, килограмм амфетамина, килограмм энметилфедрона, брикеты гашиша и другие наркотики. По предварительной информации, задержанный одновременно являлся и держателем склада, и распространителем наркотиков, то есть закладчиком. Он получал оптовые партии, хранил их, разделял на розничные дозы, которые сам же должен был распространять. В голову не приходило, что рано или поздно вы будете задержаны? Приходило. Я отдаю себя отчет в том, чем я занимался, и я принимаю на себя ответственность за это. Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи сбыта наркотиков. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. По ходатайству следствия суд вынес решение об аресте подозреваемого. Транспорты и полицейские провели рейд в Рязани. Проверили, как рыбаки соблюдают закон в период нереста рыбы. С начала апреля уже задержаны 10 нарушителей. От пристани в лесопарке транспортные полицейские едут в сторону Кремля. Первых нарушителей заметили издалека. Мужчины зашли в реку, чтобы порыбачить, а это делать запрещено, когда идет нерест. Сейчас какой период у нас? 20 июня. Что? Вода не заходить. Нерестовый период, да? Ловить только с берега на одну удочку. На первый раз предупреждение. В следующий могут составить протокол. Ловить рыбу с лодки тоже запрещено, поэтому транспортные полицейские проверяют все плавсредства. Я ничего не ловлю, я катаюсь. А, просто катаюсь? Я мотор купил, да, попробую. А какой? Тихо, три с половиной. Три с половиной, ну и как? Ну так, не влякий, конечно. Нерест закончится 10 июня, а пока всем, кто приезжает рыбачить, нужно соблюдать определенные правила. Рыбу можно ловить только на одну удочку с берега. Запрещена ловля с лодки, с мостов, с пиннингами. Одного из браконьеров в Спасском районе помогли задержать местные жители. Мужчина приехал на отдых в свой дачный дом в село Малые Гулынки. Привез лодку из сети, запрещенные снасти он поставил на ночь. Наутро мужчина на лодке вышел на середину реки, вытащил сети с рыбой и собрался погрузить улов в автомобиль. За этим занятием его и задержали полицейские. Полицейские изъяли резиновую лодку, сети и незаконную добычу, рыбу промысловых пород. На момент задержания злоумышленник успел добыть более 10 килограммов рыбы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса, по которой предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. 25 мая отмечается Международный день пропавших детей. В следственные подразделения Следственного комитета в 2018 году поступило 140 сообщений о пропавших детях. Искать их следователям помогает современная техника и добровольцы. Каждый в базе данных. Рязанские следователи составили программу, в которой есть вся информация о детях, больше одного раза убегавших из дома. Она поможет в поисках. Здесь все начинает с телефонов, заканчивая аккаунтами друзей и адресами родственников. Причины ухода из дома банальны. Это конфликт с родителями, может быть, по причине обоснованных каких-то претензий, по поводу неубранной комнаты, невыщенных уроков, либо запрета интернета, либо телевизора. Пропавшие в возрасте от 14 до 17 лет часто гуляют с друзьями, могут переночевать у них, не сообщив родителям. В последнее время случаев их гибели в Рязанской области не было. Всех благополучно находили и возвращали домой. С категории малолетних детей до 14 лет дела обстоят сложнее. Хорошо, если они пошли гулять в торговый центр, их заметили и сообщили в полицию. Но ребенок может отправиться на улицу, а там он не беззащитен. Например, в Рязани ребенок однажды провалился под лед. Но бывали случаи, когда детей находили живыми спустя долгое время. Местонахождение его было установлено только спустя 3 месяца. Он был жив-здоров самостоятельно. Из Рязанской области на попутках добрался до Краснодарского края. И вот это все время жил там, подрабатывал на различных автомоечных станциях. Часто к поиску детей привлекают добровольцев, потому что ресурсов правоохранительных органов не хватает. В прошлом году у нас было 37 заявок, да, поступило. Из них 37 детишек, слава богу, найдено живо. И один ребенок, к сожалению, погиб. Ребенок погиб в воде. Зачастую это вот происходит, как ни прискорбно. Да, родители должны больше внимания уделять все-таки детям, если они отдыхают на природе с ними. Ну и вообще в целом. В прошлом году волонтеры из Рязани выезжали на поиск в Нижегородскую область. В селе Барокс, Товского района пропала 13-летняя Мария Лошкарева. Она до сих пор числится пропавшей без вести. По статистике, больше 70% судебных решений в России относятся к мерам, не связанным с изоляцией осужденных от общества. Люди находятся под домашним арестом или приговорены к исправительным работам. А цифровые технологии помогают следить за тем, как исполняется решение суда. Исправительные работы начинаются с 8 утра и продолжаются до 12 часов. Летом это в основном покраска, подметание улиц и скверов. Может быть и стрижка кустов, и удаление молодых порослей деревьев. Вариаций очень много. Кстати, весь труд бесплатный, а некоторые отбывают наказание после своего рабочего времени. Исправительные работы, как правило, у нас не платильщики алиментов в статье 157 части 1. Здесь уже они, соответственно, получают, трудоустраиваются официально, получают заработную плату. Также у нас есть еще по 119, это причинение вреда здоровью. Но, как правило, больше, если по статистике, то, как правило, эти лица привлекаются к этому наказанию. Юлия Землянская добавила, что в настоящий момент по двум районам города, Октябрьскому и Советскому, 15 осужденных отбывают наказание в виде обязательных работ и 22 в виде исправительных. Обязательные и исправительные работы – это только часть уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. Есть и меры пресечения под названием «домашний арест». Контроль над такими заключенными осуществляется с помощью знакомых всем по кино и сериалам браслетов. Данный электронный браслет применяется на ногу, то есть одевается осужденному или подозреваемому, обвиняемому на ногу. Затем его мы активируем, устанавливаем, если для домашнего ареста стационарное контрольное устройство, ограничение свободы в зависимости от ограничений и от технической возможности. В регионе к такой мере наказания приговорены 29 человек, 21 из которых находится в Рязани. Все их передвижения передаются на пульт мониторинга. Те, у кого меры пресечения «домашний арест», дом свой покидать не могут. Если человек отойдет от стационарного электронного устройства дальше определенного расстояния, то на пульт поступит сообщение. С мобильным электронным устройством отслеживается маршрут перемещения. Сигнал браслета привязывается к небольшой коробочке, и отходить от нее дальше 5 метров нельзя. Осужденный носит ее с собой, и маршрут его перемещения можно отследить с компьютера. Зеленый цвет означает, что нарушений нет, красный – это мы должны обратить внимание на нарушение. Но это у нас не нарушение. Наши подозреваемые обвиняемые в настоящий момент доставляются в город Москву для осуществления следственных действий. Когда осужденного доставят обратно, его иконку с красного изменят на зеленую и добавят соответствующий комментарий. По Октябрьскому и Советскому району два человека осуждены к ограничению свободы с мобильным контролирующим устройством. 12 – под домашним арестом, и один человек осужден к запрету на определенный вид действий. Это один из новых видов наказания. Теперь ему запрещено выходить из дома ночью, общаться со свидетелями уголовного дела, читать и отправлять почту, и заходить в интернет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это была программа «Территория закона». Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok